Ольга еще летом решила приобрести машину в кредит. Женщина нашла объявление в газете. По условиям договора она внесла 4,5 тысячи гривен, чтобы уже через месяц получить новое авто. Сначала внесите первый взнос, а потом только договор дается на руки. И так это было быстро, что девушка говорит мне идти перерыв, но я вас жду, пока вы приедете. Что у нас не было времени даже там почитать. Первые подозрения возникли у кладчиков после получения платежной карточки. В ней была обозначена иная сумма, чем в договоре. Изменились также сроки получения машины. Как выяснилось, автокредитующая компания делила клиентов по группам. Машина доставалась тем, кто быстрее всех оплачивал все взносы. Об этом не знал при подписании договора и Юрий. Уверяет, он неоднократно спрашивал об условиях сделки. Мне говорят, что мы не успеваем, давайте быстрее, идите квитанцию оплачьте. То есть не было у меня возможности ознакомиться с договором вообще. Подобные филиалы компании действуют по всей Украине только в Красноармейске. Таких обманутых кладчиков насчитывается несколько сотен. Сейчас контора не работает, но журналистам удалось связаться с бывшей сотрудницей. Нам говорят, чтобы мы их ознакомливали только с самым лучшим вариантом. А всех этих нюансов люди не знают. Потому что я не могу так работать, когда люди приходят и угрожают, и вот эти заявления пишут в милицию. Ну то есть это не работа. Прежде чем подписать договор на кредит в частной компании, необходимо обратить внимание на срок погашения суды. Внимательно стоит читать и мелкий шрифт в документе объясняют юристы. Там обычно пишут то, что нежелательно знать клиенту. Нужно обращать внимание на цена договора, четкий срок, когда вам этот автомобиль передадут, ответственность сторон. То есть чем вы рискуете, если вы не платите или просрочите один платеж, два платежа. Есть такие договоры, которые предусматривают, что в случае двух и более просрочек вас имеют право вообще снять с очереди, не возвращая вам при этом ранее уплаченные платежи. В суд на аферистов подала только одна пострадавшая. Остальные же горожане расторгли договор с автокредитующей компанией. Люди так и не добились возврата денег. Инга Лапикова, Панорама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова